Пожалуй, обзор моего номера в гостинице Несельбек, рядом с городом Кёнигсберг, он же Калининград. Ну, в общем, вот такой вот номер. Как я сейчас сходила на ресепшн спросить? Во-первых, искала кулер, кулер не нашла, спросила у девушки, есть ли у вас кулер с горячей водой. Она сказала, что я могу вам дать чайничек. Я думала, чайничек платный. Чайничек предоставляется совершенно бесплатно. Вот он, чайничек. Скоро я буду пить пуэрчик. Потому что минералка у меня не охотит, а алкоголь мне тоже как-то не хочется к алкоголю. Мы перейдем чуть позже. Как мне сказала девочка, кулер у них не ставят, потому что он портит средневековый интерьер. Ну и сейчас начнем. Когда я вошла сегодня в номер, это было около 7 или даже 8, я точно не помню. Наверное, около половины восьмого по калининградскому времени. То бишь, плюс час половины девятого по московскому. У меня тут же включился свет везде и телевизор. Телевизор я потом выключила, потому что я и так устала уже сегодня. Тем более от говорений. Ну и в общем вот такая вот дверь у нас тут. Может кто-то захочет поселиться в этой гостинице. Открывается она вот таким вот ключиком. Я сейчас доставать не буду, иначе тут везде свет потухнет. Запирается при возможности. Тут у нас было две вот таких штучки. Это губочки для обуви бесцветные. Как раз одну уже использовала, потерла свои ботиночки. Тут ложечка у нас. Классический был еще пакетик, я его покажу. Тут инструкция по применению, как пользоваться сейфом, который вот здесь вот ниже есть. Но я сейфом скорее всего не буду пользоваться, потому что в принципе деньги я ношу с собой. А что-то особо ценное я не брала. Вот такой вот сейф. Кстати, когда я жила в прошлом году осенью в Казани, там тоже был сейф гостиницы Кристалл. Тут у нас куча полочек. Тут мои колготочки, в которых я сегодня ходила под джинсами. Тут у нас такая вот картинка. Типа, уберите номер, не беспокойте нас. Тут, видимо, второе одеяло или что-то в этом роде. Так, ну, зеркало, естественно. Кто-то сзади шандарахивается у нас в коридоре и слышно все это. Будь-будь. Тут у нас вторая дверь, тоже с огромным зеркалом. Ну, и здесь висит моя корточка. Куча вешалочек, очень неудобно сделано, потому что, допустим, я вот такая вот мелкая, мне тянуться надо, чтобы повесить это все. Ну, тут моя шапочка-шарфик. И вот как раз те ботиночки, которых я сегодня приехала, которые я сегодня потерла. Тут у нас такой пол-плиточкой. Удеть довольно светлая для коридора лампа. Вот сейчас мы включим свет ванной. Ну, и, конечно, тут уже присутствует немножко моего бардачка. Не без этого. Дверь довольно туго открывается. Вот как только включаешь свет, тут сразу начинает все шуметь. В общем, ну, тут стабильно так унитазик. Это ёршик, там освежитель воздуха. Тут уже моя губочка и хорошевская лежит. Там шампунька маленькая. Тут можно пользоваться как душом, просто самой по себе. И можно он верхним душом. Немножко вода протекает. Как было в отзывах, дверь открывается вот так. Если заходите в душ, то она, соответственно, закрывается и плотно держится. Вот тут прикол, это я видела на фотках. На самом деле здесь нет, ну, полотенец, конечно, есть. Полотенец 5 штук на одного человека, но нет халата. Хотя на фотографиях именно к номеру был халат. Вот тут зеркальце такое. Вот даже, кстати, люстра тоже. Вот люстра и коридор очень хорошо освещены. Тут даже еще эти два бра. Вот такая вот штучка. Тут было, на самом деле, вот это мыло лежало вот здесь. Я одно уже распаковала. Хорошо, кстати, очень мылится. Тут стаканчик, чтобы полоскать ротик. Это вот так вот открывается. Кстати, очень загадочное, потому что сначала течет холодное, потом горячее. А это второй. Но уже такая теплая. И чтобы закрыть, надо довольно вот так вот провернуть, потом вот сюда обратно. Ну, здесь уже моя зубная паста с щеткой. Это вот то мыло. А здесь стояло по два вот таких шампуньки и по два таких гелика. Ну, я гелик уже один использовала, шампунька у меня там стоит. И тут две шапочки для душа. Очень удобно, кстати. И вот там, кстати, оно снимается. Я сняла, точнее, посмотреть. Там ничего нету. Я думала, там может какой-нибудь секрет. Вот у меня упал гелик, точнее шампунька. А вот здесь у нас такая китайская картинка. Деревянный сундучок действительно в стиле таком средневековом. Вот у нас тут фен. Совершенно не средневековый, кстати. Чтобы включить, надо нажать сюда. Вот он вот такой вот. Что-то у меня там упал, скорее всего. Какая-нибудь фигня моя. Так, вот здесь у нас полотенечко, тут для лица. Ну, там наверху полотенце для головы и тела. А тут уже висит, я им попользовалась сегодня для тела, ну и для головы, соответственно. Здесь какая-то неведомая фигня, совершенно не знаю. Так, вот здесь у нас ничего нету. Никакого ящичка. Так, ну и тут такая вот дверь эта самая. Так, вот мы выходим. Мы вышли, свет я выключаю. А вот дальше уже такая темень идет. Вот здесь вот тумбочка. На первый взгляд кажется, что она пыльная, но я протерла рукой. Это просто так вот сделано. Вот, кстати, такие эти. Ну, можно, в общем, видимо, что-то протиснуть через нее. Кстати, вот здесь вот ящичек. Довольно прикольный, мне кажется. Ну, тут была пара тапчик. Одни на мне уже. Вот старые, кстати, тапчики. Не в пример, вот как я была в Казани. Там просто такие отряпчика, которая рвется быстро. Софт какая-то такая бумажечка. А тут довольно мягкие тапочки. Коврик такой же. Практически все, как я видела на сайте. Ну, и оно вот сразу все это включается. Вот эта тумбочка. Тут фонарик такой. И вот здесь, значит, открывается ящичек. Потом еще ящичек с такими ручками. У нас что-то подобные ручки, кажется, в деревне были. На каком-то там 200-летнем гарнитуре. И тут у нас двухспальная кровать. Еще у нас тут такой балдахин. На самом деле, мне казалось, что он несколько больше. Но на фотках так выглядело. Ну и тут у меня, конечно, уже такой небольшой бардачок моих сувениров. Сувениров я накупила на 2060 рублей. В основном марципан и две шоколадки, которые производятся исключительно в Калининграде. В бывшем немецком городе. Здесь у меня был пакетик тот, который вот там лежал в полочке с сейфом. Этот пакетик у меня из-за последнего места, куда мы сегодня ездили. Вообще не планово. Это марципановый домик, который и музей, и попутно можно купить что-нибудь. Но он у меня порвался. Просто я его так оставила, чтобы заснять. Ну и для истории, для коллекции. И тут у меня всякий разный марципан. Мне в довесок дали еще пакетик. И какую-то аброшюрку про марципан. Но пакетик это у меня уже просто с собой был. Еще мне сегодня выдали книжку. Ибо я случайно так поучаствовала в какой-то такой интерактивной игре. Ну типа как капитан команды. Но получилось так, что у нас было на 5 человек 2 капитана команды. Ну надо было видимо распределить. Как-то вот так получилось. Вот тут еще такая же тумбочка. И вот точно такие же ящички. Еще один. И еще один. Сейчас у меня тут заряжается подзарядка для телефона. Вот такой фонарик. Это кресло с моей сумкой, которая была в этом обзоре у меня как-то. Я чуть было не перевернула. По привычке. Фотоаппарат думаешь, что я снимаю фотки. Я просто тут занавесил. Потому что на самом деле там вообще для меня это АТИИЗРАИЛЬ. Тут вот в прямом смысле одно сплошное стекло. Я его все-таки вам засниму. На свой страх и риск. Вот такое вот сплошное стекло. Само окно там есть совсем чуть-чуть. Но у меня сейчас занавесено занавесками. Но оно обычно такое европакет или стеклопакет. Вот тут еще очередное зеркало. Это столик, на котором сейчас у меня лежит коробочка, чехольчик из-под фотоаппарата. Что у нас тут еще? Вот, ну это стульчик такой. Тоже, соответственно, под Средневековье. Тут моя кофточка, в которой я сегодня ходила. Рюлеточка. Ну и мои носки. Кто-нибудь там будет смотреть и ужаснется. Так. Ну, тут какие-то документы от гостиницы. Что можно, что нельзя. Тут телефончик. Кстати, прикольный такой. Средневековье, доисторическое, с дисплеем. Это телефон мой старый. С пометками, что мы в 9.20 уже должны сидеть в автобусе. Он тут, значит, не курить. Два стаканчика. Тут тоже всякие эти брошюрки. И вот такие фигни, на которые надо будет ставить стаканчики. Тут ручка тоже их. И вот на таких фигнях, на которые ставят стаканчики, я сегодня и завтракала у них. Шведский стол 300 рублей. И обедала на 700 рублей. Ну, там у меня вода еще вышла. Очень большие порции. Суп я взяла себе куриный. Потом, значит, фруктовую тарелку. Морс. Минеральную воду пол-литровую. Просто уже в довеску, потому что магазин тут в радиусе. Я не знаю, где не найдешь. Ну, соответственно, лентяки от телевизора. И взяла еще себе латеш с какао. Очень, кстати, вкусная. Единственное, сначала очень долго обслуживали. Я даже боялась, что не успею. Ну, подозвала одну официанку. Он довольно оперативно сказал, что сейчас все принесут. Тут у меня еще ящичек. И тут мое барахло лежит всяческое. Потому что я не буду так его показывать. А вот здесь достану. Здесь у меня, кстати, пакетик. Это из Финляндии. Я покупала там какой-то чай финский. Ну, на самом деле, там финского было, может, только ягоды. И вот здесь у меня эта книжка, которую мне сегодня выдали. На самом деле, мне еще выдали использованную гильзу. И вообще всем участникам нашей группы вместе со мной было 28 человек. Но, по-моему, участвовали не все. Вот. Это немецко-русский сборник. Свет, ты мой. Единственные. Тут стихи на русском и на немецком. Я его еще особо не листала. Но где-то там мне в конце встречалась на немецком. Сейчас, может, найдем. Да, вот здесь что-то на немецком. Я бы его с радостью подарила Диме Сычеву. Потому что он вроде как немецким увлекается. Но Дима непонятно где. И хрен знает, когда мы с ним встретимся. Ну, тут, соответственно, еще одна мусорка. Ну, и, пожалуй, что? Слой и обзор. Я заканчиваю зеркало. И приеду я его выложу, когда приеду. Это где-то 24-го будет. Наверное, это влог или не влог. Я уж не знаю. Вообще, я не очень отличаю влог от не влога. Ну, и если вам было, будет интересно это видео, то я буду рада. Ну, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok